Вот у нас очень любят кричать, что Крым наш, но хорошо ли это, что он наш, потому что если в прошлых годах россияне не имели никаких проблем для того, чтобы поехать в Крым, им не нужно был даже загранпаспорт, просто свой взял, сел в самолет или в поезд и поехал, то сейчас они имели большие проблемы. У меня брат жены стоял 19 часов для того, чтобы на машине уехать в Крым, он привык там фотографировать весной, и 19 часов обратно стоял. Это проблема, которая может отвратить, конечно же, от Крыма, и это весна, еще не сезон, собственно говоря, еще вода там ледяная. Это то, что получили россияне, что получили крымчане. Помимо приятного роста зарплат, они получили еще и неприятный рост цен до российского уровня, что естественно. Что же получила Россия в целом, что же получила будущее России, я думаю, что присоединение Крыма, а по сути дела аннексия Крыма, если уж говорить по большому счету, была большой стратегической ошибкой. Именно присоединение Крыма, вот Путин недавно сказал, что, вы знаете, если бы мы не взяли Крым, там было бы то же самое, что в Донецке. А что сейчас происходит в Донецке? Там, по сути, всякие полусумасшедшие бородатые православные казаки и так далее, вот весь тот непонятный сброд из России и из Украины, непрекаянных людей абсолютно, людей с несостоявшейся личной жизнью, вот этих вот книжных романтических мальчиков с идеями, он весь скопился там и начал бузить. Люди, которые не сумели устроить свою собственную жизнь, решили, что они могут с помощью автомата Калашникова устраивать жизнь для других и для всей своей страны. Вот что случилось из-за взятия нами Крыма. Крым показал, это можно сделать. Глядишь, мы туда поедем сейчас и Россия введет войска и туда, но Россия не собиралась вводить туда войска, потому что ей не нужны эти дохлые шахты. Ей нужна была жемчужина из бывшей короны Российской империи, которая называлась Крымом. И вот эта жемчужина, она тоже, в свою очередь, вызвала сдвиг лавины, лавины насилия и безумия на юго-восточке Украины.